В Айхальском ГОКе ведутся испытания сепаратора нового типа. Оборудование позволяет обнаружить алмазы, которые не могут распознать другие сепараторы, в том числе и скрытые в Кимберлите. Возможно ли применение данного типа оборудования на предприятии, расскажет моя коллега из Алмазного края. Фабрика номер 14 Айхальского комбината. Ведется обработка руды, трубки юбилейная. В цехе шумно работают грохоты, сепараторы, огромные мельницы, классификаторы. Среди сотен единиц оборудования выделяется большой импортный сепаратор. Испытывать на фабрике его будут три месяца. Ижесменно проводится отбор концентрата. Позже специалисты выяснят, эффективно ли применение данного оборудования в условиях предприятия. Сепаратор немецкой фирмы «Томоров» 10 раз по габаритам превышает традиционный рентгенолюминесцентный российского производства. Высокие требования и к качеству подготовки материала перед обогащением. Но, пожалуй, это единственные недостатки современного оборудования. Специалисты «Алроса» и «Комбината» предполагают с помощью этого сепаратора извлечь и нелюминисцирующие алмазы. Вроде трубки юбилейные они есть, а другие сепараторы такие алмазы не распознают. По истечению трех месяцев эксплуатации, алмазы, добытые этим сепаратором, будут переданы специалистам Института Якутни про алмазы. И на базе НИГП будут определены их характеристики каждого алмаза. И в последующем ЦСА должна определить их стоимость новых оценок. Современный сепаратор под контролем сотрудников компании-поставщика. Игорь Алушкин обслуживал это же оборудование во время эксперимента на третьей фабрике. Сегодня контролирует работу сепаратора на 14-е. Исследования покажут, насколько данное оборудование применимо при обработке руды юбилейной. Суть технологии заключается в следующем, что материал облучается насквозь. В связи с этим он сканирует весь поток материала и видит все алмазы, алмазы всех типов. Современный сепаратор просто в обслуживании управляется с помощью информационного дисплея. Для запуска и остановки оборудования достаточно одного касания монитора. И наладчик, и оператор оперативно могут контролировать процесс сепарации. Внедрят ли производство оборудование в Айхальском комбинате, покажет время и результаты исследований. Итоги эксперимента подведут в 2018 году.